здравствуйте сегодня мы с вами поговорим о том как один из вариантов как обделать цокольную часть дома вот для начала мы берем значит убираем гидроизоляцию гидроизоляции взяли болгарку самая такая которая как говорится не жалко и начинаем обрезать обрезаем по самому краю совсем немножко осталось и совсем немножко вот здесь уже винт как обруже здесь обрезано здесь тоже обрезано мы здесь обрезаем после этого что мы делаем после того когда мы обрезали гидроизоляцию здесь ровный срез получается что необходимо мы будем значит методом обрызга обрызгивания значит штукатурить данную часть дома значит для того чтобы штукатурить чтобы хорошо штукатурочка легла на бетон необходимо вот такая сеточку приобрели по бетону для бетона сеточку укрепить каким образом укрепляем можно укреплять крепление дюбель но большой пакет вроде до 50 штук дороговато будет но и потом минимальный размер здесь это 90 миллиметров 10 сантиметров трудоемкая работа что чтобы уже много прошли тысячи штук до 1000 штук по стоимости это будет раза в четыре в пять дешевле дешевле но работать ими проще каким образом мы делаем во первых для того чтобы это делать надо перфоратор перфоратор есть берем дюбель и приступаем сверло на 6 миллиметров и углубление здесь она на 30 после этого берем дюбель так вот аккуратненько рассада его и под маленький забиваю вот забился расстояние между дюбелями небольшое кида около 10 сантиметров где побольше и поменьше значит в шахматом порядке после этого мы крепежным материалом крепим сеточку удобно сел сидишь отдыхаешь и сверлишь можно бы лежа но лежа не получается так перейдем покажем крепежный как изготавливать крепежный материал и после этого перейдем к сеточке но сначала надо продолбить все вот предварительно нарезали из оцеткованного жести полоски сантиметра полтора наверно был какой материал такой нарезали пробойничек пробойничек изготовили было сверло от перфоратора поломалось от заточили достаточно удобный длинный хороший значит таким образом мы делаем мы сначала пробиваем одно отверстие по центру вот процентов чтобы сюда зашел в суду вот пробили пробили после этого переворачиваем переворачиваем еще четыре отверстия поменьше уже возникает вопрос зачем еще четыре отверстия одно то понятно одно понятно для чего еще 4 говорится но сейчас разберем этот вопрос вот пробили полоски лучше резать электроинструментом ну не уровень от маленький такой уже готова вы написали вот обрезали получается суда вы значит по центру ставим саморез дюкер закрутили а вот отверстие вот эти четыре они получатся видите рваные такие края рваные края во первых изгиб получается в эту сторону сеточка будет лучше держаться во вторых когда начнем штукатурить обрызг за счет вот этих рваных краев в отверстие значит добивается раствор вот лучше держаться потому что на гладкой поверхности держаться раствор будет хуже ну вот пожалуй все здесь я уже немножко наглядно заготовил но учитывая что если юбилея уже полторы тысячи купил то здесь еще придется поработать и поработать но встретимся дальше когда начнем крепить сетку верхней части фундамента фундамент здесь мы конечно еще прослабим сеточку набьем а штукатуре вот здесь вот перед тем как полить кирпич мы решили положить вот такие сливы поставить вот так выровняем ниточку по ниточке выровняем здесь еще определимся здесь видите они немножко нестандартные приобрели в магазине есть сборки вот это делать перешли на турки они недорогие смотрится достаточно симпатично тем самым мы даем возможность значит воде вода снег будет попадать не на штукатурка уже на кнопку вот таким образом будем продолжаем работать по фундаменту вот здесь мы здесь довольно часто где-то сантиметров через десять значит сверлили на 6 перфоратором и устанавливали дюпиля в ходе работе работы столкнулись с такими проблемами вот эти дюпиля если поближе посмотреть они получаются с такой небольшой головкой вот эти дюпиля очень часто ломаются получается из пяти один ломается вот я приобрел другого вида дюпиля вот если посмотреть вот видите да вот у них отсутствует головка вот отсутствует головка они в упаковке достаточно большой тысяча штук упаковки по себестоимости получается дешевле 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 но самое главное то что вот сколько дюпиля я забивал они видите немножко не другого вида без головки они практически все сто процентов очень хорошо входят в отверстие и достаточно крепко держится начнут пожаловать по этой по установке юбилей здесь работа еще очень много потому что часто часто крепить надо побольше сейчас значит отверстие сверли чтобы немножко передохнуть отдохнуть значит продолжая работа вот мы установили сливы вот она будет край фундамента будет и вода сливаться и будет красиво почему потому что где-то фундамент где-то немножко неровный а мы здесь будем стукатурить методом набрызгивания она будет заглаживаться и будет очень хорошо видно вот пожалуй все значит следующий этап будем уже наверное установка сетки и приступать к стукатурке все следующей встречи пошли вот мы приступили значит закреплять значит такую сеточку каким образом у нас здесь вот мы оставляли такие проволочные крючочки сначала сеточку повесили на крючочки после этого значит вот значит шурупами значит вот эти металлические планочки начали прикреплять ну нормально здесь все хорошо нормально единственная проблема возникла в том что вот эти планочки трудоемко очень делать много надо трудоемко после я везде делал значит сначала он так по центру значит одно отверстие по и 4 значит по краям это хорошо потом стал делать вот видите одно по центру планочки поменьше но тоже посчитаем считать что очень трудоемко трудоемко после этого вот я перешел шайбу взял увидев шайбы на 6 ну смотрю тоже нормально получается хорошо дорожать шайбы на 6 по крайней мере это не так дорого но значительно быстрее получается но может быть где-то в каких-то местах и этими планочки то есть у меня еще эти планочки остались а ну значит я такими шайбами креплю и каким образом я это делаю вот так вот подходим посмотрим сейчас таким образом я где-то креплю следующим образом вот берем шайбочку берем значит саморез без всяких проблем вот он закрутился нормально хорошо значит в некоторых местах ну я главным образом стараюсь и значит использовать не саморезы а шурупы у меня на 30 ну просто шурупы развесом дешевле получается но тоже можно саморез попроще крутится шуруп надо маленько прижимать а так очень хорошо можно увидеть палочку поставить шайбочку поставлю все хорошо рядом перфоратор это где-то может быть недостаточно много значит отверстий пробил ну хотя их очень много но здесь вот стойки стояли здесь нету здесь придется еще парочку добавить еще чем продолжаем делать еще четыре стены работы много поставить что еще за лучше ну хотя они не проворачиваются хорошо что больше можно но это саморез саморез попроще но саморез подороже возникла маленькая заминка значит пока проблема с краской значит один раз привезли в магазине посмотрели не взяли сейчас поехали разобрали ну привезут тогда привезут краску начнет что-то видит спалочка нас прижимается даже полученными ну планок долго делать нормально нормально вот так и работаем потихоньку погода хорошая можно работать прошу вас начали делать пошел дождь а потом будем использовать на следующей стене вот экономно вот 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 такими накладочками вот вот если посчитали что выстав вот 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 здесь вот видите здесь получается на самом стыке выученной кладочкой я еще подумываю что можно пониженную планочку пропустить а может проволоку на проволоку наматывать и будем продвигаться после длительного перерыва там из-за погоды из-за времени значит приступаем продолжение работы начать еще в прошлом году вот сейчас выдалась нормальная погода продолжаем работать но сеточка уже набита как мы набили и сейчас будем делать шубу я уже пробовал здесь в одном месте пытался сначала значит сразу же с красителем раствором делать шубу но большой расход сейчас пришел к выводу что лучше сначала мы значит раствором просто значит делаем наброску выравниваем и потом с красителем значит делаем шубу значит каким образом я делал значит раствор с красителем вот приобрел значит такой краситель значит в баночках герметично упакован значит получилось это значит я делаю значит 55 ложек ну где-то примерно вот таких сейчас покажу вот вот так вот где-то вот таких 5 ложек 5 ложек на ведро на ведро раствора ну что более было точно значит получается значит два ковша цемента и это 6 ковшей песка и после этого значит мы перемешиваем но я уже не что-то перемешал вот можно посмотреть где-то вот такого раз такого вида уже практически готовый раствор но можно немножко немножко пожиже его сделать чуть-чуть водички добавить здесь жарковато вот чуть-чуть водички добавим потом в процессе работы можно значит еще один другой раз перемешать еще приступаем к работе значит сначала делаем значит простым раствором выравниваем это дело а после этого значит щёточку забыл сейчас щёточку возьму здесь по этой стене мы практически что делаем не выравниваем вот как стена идет так и штукатурим ну здесь вот немножко водички сбрызгиваем потому что жара можно и не сбрызгивать вот так чуть-чуть немножко сбрызгиваем и после этого начнем штукатурить вот так будем делать небольшими кусками вот здесь допустим сделала метра полтора потом значит делаем уже с красителем обрызг для чего чтобы полностью не высохла как говорится влажно классно будет лучше держаться вот начинаем работать так вот вот таким образом сюда заводим видите я практически уже вровень сетки вот так вот где-то надо добавить нужно добавить чуть-чуть вот таким образом если где-то камушек попадается мы выбрасываем его я значит раствор при подготовке растворности его практически не сеял какой он был такой был вот таким образом идет даже особо и половки не убираем сейчас вырубим это дело а так но потом посмотрите когда будем уже шубу делать посмотрите посмотрите как оно получится вот таким образом пойдет немножко вверху если вверху попадает раствор лучше сразу его убирать ну протирать вот камушек опять попался я это все делаю одни мастерков можно терочка использовать полутерок кому что больше нравится особая точность не нужно а потом когда закончим вот здесь все уберем вот таким образом сетка она будет пожалуй держаться получше хотя возможно это дело делать и без сетки сразу шубу делаешь без предварительной штукатурки вот такой время покажешь что лучше почти готова она еще один подончик вот такой замажем а потом уже будем делать крышку делай продолжаем работать подумали решили значит вот первый слой первый слой раствор начали наносить значит на цемент контакт потому что будет покрепче наверно ну вот и особенность такая вот обрызгиватели этим работаем этим маленьким аппаратиком значит что значит он не любит больших порций когда крутишь его свете накручиваем это воды нам налил накручиваем да ну вот буквально небольшими порциями вот лоя ложечки беру вот так бросила и поехали на это я здесь воды налил сейчас это мы берем и будет нормально выберем воду и помешаем воды налил чтобы не сохло сейчас уберу и большими порциями просто ложечку печь правда не быстро не быстро но большими он будет захлёбываться и при этом само основание я не выравниваю а еда побольше еда поменьше будет нормально выхода когда все выравниться вот хорошо таким образом и здесь еще вот люк был стоял я его убрал потому что через это отверстие очень малый поток уже получил ну скажем как минус не так быстро как хотелось это как плюс эту работу может выполнять любой человек потому что есть практически специальных навыков не надо ложку положил покрутил помешал снова ложку положил вот так положительно возможно повторы если допустим ты вот забрызгал что-то не понравилось а можно чуть-чуть добавить но я уже говорил что как вариант можно потом если у совсем не понравится где-то чего-то можно с баллончика подкрасить получается достаточно дешево потому что вот взяли значит четыре флакона от этой краски я думаю полностью хватит получается по цементу по цементу мышка 34 на как завершим все после этого наверно покажем а так работайте вместе с нами ложечки положим сюда и поехали надо немножко встряхивать на краях набить налипает но достается камушки падают эти ложки ложим понемножку здесь смысла нет уже там дальше будем продолжать на сегодня завершаем эту работу завершим работу как раз и раствор заканчивается и можно подвести итоги работы можно чуть-чуть побольше добавить здесь можно поверх еще немножко добавить но потом подсохнет можно будет еще пылья пройти так ну пожалуй все на сегодня хватит сейчас уберем все это помоем ну что можно подвести итоги начнут изготовление такой шубы что положительно ну во первых очень просто вот единственно что вот такой инструмент приобрели вот инструмент приобрели раствор цемент и краситель красителя идет не так много я взял четыре вот баночки такие здесь вот практически две стороны закончили значит одной баночкой еще еще с не полностью закончилась то есть не так много значит очень дешево получается достаточно надежно я так думаю будет надежно и самое главное очень просто очень просто мы здесь вот фундамент когда делали значит опалубку доска была не очень хорошая но немножко неровный получился но она так вот сыграла и вроде нормально значит считаю что каждый в силах так сделать до новых встреч и каждый делайте такой фундамент до свидания эрбина эрбина